Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. Ко мне на тест-драйв попала портативная электростанция. И в этом видео я буду её тестировать, загонять её в разные экстремальные условия и проверять на практике, что это за чудо-машина. Ну, вкратце. Значит, мощность её до 2 кВт. Это и бесперебойник, и большая батарейка, большой пауэрбанк, от которой могут работать и сварочный аппарат, и болгарка, и электрочайник, и электрокотёл, правда, недолго, насосы, что в моём случае это очень и очень актуально. У меня работают 2 циркуляционных насоса, и если у меня горит котёл, горят дрова, и тут выключается свет, это большая проблема. То есть, должна быть какая-то альтернатива, что кто-то должен поддерживать работу этих насосов, чтобы не закипел котёл. Так же самое, если у вас есть газовый котёл, без электричества тоже, ну, как бы, он не будет работать. Большинство современных котлов, они не будут работать. Только старые какие-то котлы есть, очень маленькое число этих котлов, которые могут работать самостоятельно. Большинство же приборов не может работать постоянно без перебойного электроснабжения. Вот. Значит, эта штука решает все эти задачи. Значит, что ещё? На любом кемпинге, на каких-то выездных работах, это всё отлично справляется она. В зависимости от потребителя, естественно. И здесь, на цифровом табло, когда ты подключаешь какой-либо прибор, ты видишь сразу время его работы. И вот сейчас я хочу начать этот тест с того, чтобы проверить, сколько... Вот сейчас 95% заряда этой электростанции. Вот. И я хочу уже проверить, сколько же мои насосы, да, которые... Когда я их подключу, я сразу увижу, какую мощность они потребляют. И сколько они смогут проработать на, допустим, вот этих 95%. Подключаем наши насосы и будем это дело проверять. Но, также ещё хочу показать, что здесь у нас есть для подключения. У нас есть два Type-C, у нас есть 4 USB, вот, есть цифровой дисплей со всеми показателями. Вот. А с обратной стороны у нас есть 4... 4 стандартные еврорезетки, есть прикуриватель. Вот. Если нужно что-то подключить, допустим, у меня есть такая штука, называется лодочный насос, который подключается к прикуривателю в машину и заряжает... и надувает, допустим, лодку, байдарку, вот всё, чем я пользуюсь. Эта штука тоже работает. Любое устройство от прикуривателя, пожалуйста. Также у нас есть три способа зарядки. Зарядка от солнечных панелей, зарядка от сети и зарядка от прикуривателя в автомобиле. То есть, пока мы едем на работу, на отдых, мы можем просто к прикуривателю подключить. И, допустим, если мы едем там в путешествие практически целый день, то 100% она зарядится. Сколько времени на это надо, я пока не знаю. Надо потестировать. И вот солнечная панель, зарядка от солнечной панели. Если, допустим, мы стоим где-то на кемпинге, мы можем заряжать эту штуку от солнечной панели. И самая быстрая зарядка это, естественно, от сети. До 80% за час. Фантастика. Итак, подключаем наши насосы в одну из резеток. И сейчас мы узнаем очень много интересного. Итак, чтобы наши насосы включились, нужно нажать активацию вот этих резеток. Здесь есть специальная кнопочка. Ее нажимаем. Загорелась лампочка. И у нас запустились насосы. Значит, вот красная и зеленая. Насосы работают. Потребляемая мощность 135 ватт. 95% заряда и 12 часов автономной работы. 11. 11-12 часов работы на этой электростанции. То есть, она способна 12 часов, 11-12 часов продержать работу моих насосов и у меня ничего нигде не закипит. А котел у меня, ребята, работает 12 часов. Это не самое максимальное. Я последние несколько дней загружая одну тачку дров, у меня работал котел сутки. Еще у нее есть Wi-Fi модуль и можно управлять этой электростанцией с помощью смартфона. это тоже очень и очень полезно. У меня на самом деле также стоит бесперебойник, но его функционал просто не сравним с вот этой штукой. Во-первых, это и дизайн, и множество приборов можно подключать одновременно. Можно подключить четыре прибора в резетке стандартное, можно подключить все USB, и оно все будет работать и заряжаться. То есть это очень большой плюс. Также эта электростанция может работать и как бесперебойник, то есть выключили электроснабжение, она автоматически подключила ваши приборы и они продолжают работать. За эту зиму у нас уже было несколько аварийных отключений электричества, и один раз электричества не было целые сутки, поэтому вот такие вот штуки, они просто необходимы, потому что долгими зимними вечерами сидеть без света с фонариками, ну это вообще неприятно, особенно если есть жизненно необходимые элементы, которые должны работать для того, чтобы в доме было тепло. Такая вещь, она просто незаменима в частном доме, особенно если вы живете за городом. Еще пару небольших тестов я решил сделать, значит, предположим такой сценарий, что электричество вырубили, а мне нужно ну просто позарез сделать лопату снежную, хоть и снега маловато, но лопату мне нужно сделать. Вот здесь у меня кусок алюминия и вот в этом держаке мне нужно пропилить отверстие, чтобы, не отверстие, прорезь сделать, чтобы одеть этот держак прямо на лист алюминия. Для этого мне нужна вот циркулярная пила, а электричества нет. Но зато у меня есть вот эта штуковина и я сейчас ее просто туда подключу и попробую распилить. по паспорту значит, смотрите, здесь у меня пишет 230 ватт, вот эта штука типа на 2 киловатта, ну вот интересно, будет она работать или нет. Пробуем. Итак, пилу закрепил, включил, подключил, все, запускаем. итак, пила работает, потребление 850 ватт, 2 часа работы, пишет, 2 часа она будет работать. Фантастика, друзья, супер. Теперь мне нужно просверлить еще 2 отверстия и моя лопата готова. Теперь берем электродрель и мне нужно просверлить 2 отверстия по вот этому размеру. Я сделал разметку, подключаем и работаем. Отлично. Вот так вот, друзья, без проблем, когда нет электричества, с помощью вот такой электростанции можно сделать что-нибудь такое вот очень ну вот быстро надо. Вот один из способов. Еще мой друг сегодня пригласил меня к себе на дачу, вот, чтобы пожарить мяска, там, я не знаю, провести как-то время душевной беседки, вот, и я думаю, что эту штуку я возьму с собой, мы ее там классно можем протестить и так как у него нет там электричества, поверьте, это очень будет даже кстати. Так что, выездной тест, погнали. Подожди, не убегай, сейчас я покажу тут всю правду. Короче, приехали мы на дачу, вот у нас есть беседочка такая, и вот нужно сделать стол. Электричества нет, но мы его привезли с собой. Вот наша электростанция, сейчас мы сюда будем подключать все, что у нас есть. у нас есть болгарка, у нас есть ручная такая циркулярочка. Короче, там по бырику надо собрать стол, потому что здесь мы будем сейчас готовить еду, точнее там у нас мангал на фундаменте. Это, кстати, Евгений, знакомь тебя с этим. А что-то смешная циркулярочка, на пальце только так поставишь. Отрежешь, что хочешь. Короче, там на месте фундамента у нас будет шашлык. Вот, здесь мы сделаем освещение, то есть все запитаем к этой электростанции, повесим гирлянды. Будет у нас Новый Год возвращается, называется. В общем, вот такая вот у нас обстановочка по кайфу и будем сейчас это дело все двигать. Итак, сейчас будем пилить. Надо отторцевать нам брусочки. Так, подключаемся. Отключаемся сюда. Опа. Включаемся здесь. Так, 92% у нас еще. И включаемся здесь. розетка готова. Понеслась. Так, пошла болгарка. Защищаем от бетона. Потребляет 400, 400, 400, 500, 600 почти в нагрузке. зависит от нагрузки. 4 часа, 3 часа работы, 4 часа работы беспрерывно. Чудо техника. Начинает темнеть. Добавляем освещение. 530, 600 ватт. 2 часа работы. 3 часа работы. 3 часа работы. 4 часа работы. 4 часа работы. Сейчас добавим еще электрофен. Что-то холодно становится. Жека, я тебя буду греть. Давай, электрофеном. А ну, включи. Подожди, включи. Я посмотрю. Напряжение. О, тепленькое подуло. Вот у нас, смотри, 2300. О, вот это уже максималочка. Так, работа кипит. Кипит работа. А я уже хочу отдохнуть. Я уже начинаю отдыхать. Супер. Так, шуруповерт. Пошел шуруповерт. И еще одну лампу сейчас подключим. Опа. Так, она включается наверху, да? Здесь где-то. Опа. Еще у нас свет. Отлично. Где лампы? Шуруповерт. 250, 300, до 300 ватт. 11 часов. 13 часов. Две лампы. Ну что, стол готов. Стол собрали. Можно накрывать поляну. Повесил две гирлянды. Две лампы у нас. Запаса у нас еще, ой-ой-ой, 84%. Потребление двух гирлянд и двух ламп 37 ватт. Можно жить. Так что, полностью справляется со своими задачами. Так, еще электрочайник. Чайку бы, да? Женя, давай чайку сделаем. Хочется электрочайник сейчас подключить и ну вот, на сегодня будет последний тест. и так, в чайник надо подключить, а у нас только 4 выхода. Ну, одну гирлянду, наверное, пока отключим. Замесни ее поставим чайник наш. Оп, есть. и пока закипятим чайку. Понеслась. Что у нас здесь? О, 2 200. О, включился вентилятор. ну, нормальная мощность при такой мощности. Сколько он там рисует, мне не видно. 43 минуты при такой мощности в 220 ватт может работать. Так, чайник закипел, как обычно, как дома. 73% заряда. все, выключился сам. Отлично. Вентилятор выключился. Все, будем пить чаек. Жизнь удалась. На сегодня все. Тесты прошли успешно. Вуаля. Итак, друзья, сегодня продолжаем тестировать нашу электростанцию. Значит, сегодня у нас работа. Надо выключить колодец и почистить. Значит, насос мощностью здесь 300 ватт. Вот что-то, 300 с чем-то ватт. Вот, подключаем и качаем автономно в колодце. Смотрим, что у нас получится. В колодце где-то метр воды. Вот, ну, я думаю, обычно это где-то полчасика работы. Вот. После вчерашних тестов я ничего не заряжал. У нас 67%. Вот. Ну, и продолжаем. Продолжаем работать. Так, я через автомат подключаю насос сюда и запускаем. Так, не включил здесь кнопочку. Опа. И все, насос заработал. Зажужжал. И у нас пишет, что у нас три часа он может работать при этом уровне заряда. Отлично. Нам этого с головой хватит. Итак, вылез колодца. Насос по-прежнему качает. Еще 44% два часа. Вот. колодец вычистили. Все отлично. Все получилось. Кучу мусора, ведра. Вот такая вот история. Так, что даже в таких условиях все работает. Итак, на работе станция себя зарекомендовала очень хорошо. Теперь я приехал домой и моделирую такую ситуацию. и так было в принципе неоднократно, когда я приезжаю домой и нету электричества. Его выключили буквально недавно. Его может быть несколько часов, иногда может целый день не быть. Вот. Мне надо помыть машину или банально помыться пойти. Вот. И когда вот и об этом идет речь, мне нечем взять со скважины воду, если нет какой-то портативной электростанции. Вот. И мой маленький бесперебойник, он ну в принципе для этих целей и не годится. и вот сейчас вот я хочу помыть машину, выключу насосную станцию, помою машину той водой, которая еще остается в баке, там остается порядка 40 литров, наверное. Вот. И после чего мы подключим нашу электростанцию и опять-таки закачаем воду в бак и собственно пока нету света, эта электростанция она может снабжать мой дом водой со скважины. Вот. Потому что в скважине ты ведром не наберешь. В колодце еще можно набрать ведром, а в скважине к сожалению нет. А дом у меня запитан только со скважины. Поэтому мою машину и тестируем здесь. Итак, мне удалось помыть только половину машины, вода закончилась. Заодно я сейчас проверил давление в баке, то есть я слил воду, давление упало, станция была отключена, после чего я проверил давление, было пол атмосферы, я насосом, манометром проверил, насосом подкачал. Вот. Теперь подключил насосную и включаем ее, нажимаем кнопочку. Все, насосная станция заработала, докачивает воду. Вот, собственно, что и следовало доказать. Значит, 41% это вот за все дни, что я ее пытаюсь разрядить, 40 минут может работать, потребляемая мощность насосной станции 1200, пускай, гроба, ватт. Вот. И, собственно, если нет электричества, пришел, подключил себе и пользуешься сколько хочешь. Но она же не работает постоянно, она подкачала, отключилась. Поэтому вот такая замечательная вещь. Если кому это было интересным и полезным, палец вверх. Надеюсь, вам понравилось то, что я вам показал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Всего наилучшего вам.